Более 10 тысяч километров железных дорог, почти 100 тысяч километров шоссе, тысячу мостов и 100 портов построили китайские компании в Африке. Такие данные обнародовали власти накануне саммита форума китайско-африканского сотрудничества в Пекине. За последние 11 лет Китай и Африка совместно выстроили сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь», трансформируя идеи в действие и видение в реальность. Это придает новые импульсы и энергию к социально-экономическому развитию африканских стран и ускоряет строительство китайско-африканского сообщества единой судьбы. Общая сумма строительных подрядов китайских компаний в Африке за время реализации проектов «Пояса и пути» превысила 700 миллиардов долларов. Накопленные прямые инвестиции SkyNR в африканских странах составляют больше 40 миллиардов долларов. Только за последние три года, благодаря компаниям из Поднебесной, на континенте появилось свыше миллиона 100 тысяч новых рабочих мест. Китайский опыт промышленной модернизации, выхода на экспортные рынки и борьбы с бедностью, по мнению экспертов, незаменим для стран Африки, которые сейчас проходят схожий путь развития. «Мы можем многому научиться у китайских друзей. Тому, как сохранять мир, единство, политическую стабильность, которые всегда вносят вклад в создание среды для устойчивого развития. Нам также надо концентрироваться на том, что повышает национальную производительность. Нам необходимо изучить опыт индустриализации Китая с масштабным использованием природных ресурсов в целях развития и для снижения бедности». Китайско-африканское сотрудничество развивается уже долгие годы по самым разным направлениям, в том числе в здравоохранении. Сейчас в 43 странах Африки работают 44 бригады врачей из Поднебесной общей численностью почти в тысячу человек. Всего же за 61 год существования такой практики на континенте работали 25 тысяч медицинских специалистов разного уровня. За последние годы китайские доктора установили партнерские отношения с 46 больницами, создали 25 совместных центров сотрудничества, в том числе в области кардиологии, реаниматологии, травматологии, хирургии. Более 10 тысяч пациентов получили медпомощь в рамках многочисленных акций.